Девушки отдыхают 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 У нас урона нету. То, что он бьет, это называется окаменение. А окаменение довольно жесткая вещь. Поэтому лучше не рисковать. Так, далее. Та локация, где мы были изначально, и когда мы упали. По идее, это вот это место. Вот, да, видите, вон статуя. Ну, снова же. Я не знаю, как туда попасть. В принципе, сюда можно как-то допрыгнуть. Скорее всего, отсюда, да? А, в принципе, да. Вот и все. И потом, если что, сюда вниз залетим-то, и все. Мужичка у нас нету, поэтому мы идем сюда. А дальше, я не знаю. О-о-о. Так, мы с нами просто не одноразовые. Ну, идем, ну че ты? Ты так делаешь, как будто ты тут не один. Давай-давай, приятель. А, он не хочет выходить отсюда. Так, подожди, ты меня не делай так, чтобы я застрял. Так, ты не пойдешь сюда? Прикиньте, он туда вообще не идет. Монатина с тобой... Передача ударов. А че ты удары не делал полностью? А видите, я по зву... У него сбивается стиль атаки? Странный рыцарь, на самом деле. Ну, че скажете, ребят, что у вас есть? Душа остро... Так, войны, сумерченная трава. Блин, я так и не понял, как проверять сундуки на ловушке. Типа, на мимике мы то знаем. А ловушки, я не знаю. Типа... О, очищены. Так, стоять. Это, случайно, не та вещь, которая... 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 Зажидите в костре, чтобы улучшить флягу с экстусом. Опа-на. Так. Обогленные, обращенные в прах кости. Бросьте их в дальнейший огонь в Манчжуле. И с каждым использованием фляги вы будете получать больше здоровья. Говорят, что останки святого, который сам взошел на костер, впрочем, золай и прах, уже смогут рассказать об этом. Так, это неплохо, я вам скажу. Вообще неплохо. Давайте я попробую допрыгнуть. И там есть какой-то проход куда-то. Да ладно, еще есть. Я просто сразу куврок готовлю, если вдруг там ловушки все-таки. Алебарда Черного Рыцаря. Меч, меч. Слушайте, а он неплох? А, ну вес, конечно. Невозможно держать в одной руке. Ну, у него, да, хороший урон, и он... У него мувсы довольно прикольно выглядящий. Алибарда Черного Рыцаря. Алибарда одного из рыцарей, недавно служивших ладоке света. Плоть тех рыцарей сожжена пламенем. Но они по-прежнему сильны и стоят дозором, охраняя свой мир от незваных гостей. Слушайте, в принципе, он приколен, меч. Веси, да, он дохера и много, но... Урон побольше, и есть урон огнем. Хотя тут не видно, что он заточен на пламя. А, подожди, а что такое С? Это огонь есть? Или это вера? А, это другой этот. Все, это не интеллект, не магия, это вера. Вера у нас не прокачана, поэтому забьем. Я думал, то думал. Я думал, я думал. Тут вообще на С. 150 дамаги. Не, мой меч получше будет. Так, а теперь вопрос. В принципе, да, так можно. Так, тут мы все посмотрели туда. Тут мы посмотрели. Нужно еще найти эту, блядь, птичку, которая нам как раз говорила за этот. Стоп. А. Я думал, туда наверх можно забраться. И насчет босса, ребят, я знаю, где босс находится. Этой локации. Оказывается, он не так уж и далеко находится. Ну и так, все равно атаковал, имеем. Давай, приятель. А, и еще я узнал овечье, которая... Которую мы нашли. Помните, мы с вами с помощью кольца спустились вниз там, где лава, пробежали и взяли ключ. Вот этот вот. А этот ключ, оказывается, от DLC. Также есть еще два таких же ключа, но немного другие по мопсету. И чтобы открыть те врата, которые, помните, мы около ящерки видели. Там, типа, был Ахей. И мы с вами также в этот момент видели снизу, там, где... Этот, как он называется, забыл. Ну, я забыл. Давайте я вспомню и скажу... Ам, рыцарь, где мы гиганта вот этого убивали. Если вы помните, конечно же. Там был... Ой-ой-ой. Весит. А, филяху я не улучшил. Только в Маджули, да, улучшается? Короче говоря, сюда вот идем, ребята. Здесь босс. По идее. Где-то. Пойди здесь. Поэтому, чтобы не мается. Мы с... У нас с вами есть специально для этого вещи. Использовать. Но у нас будет одна попытка. Если мы его не убьем... Так, сразу. Так, только тут один знак. Что фантомы на нас не напали? Так, вызываем. Потом, во-вторых, сколько у меня этих? 93. Один используем. Ну и, в принципе, ждем его и погнали. Пошли. Вот это наша девчуля. О, я понял. Она дает очень сильный яд. Ластом. Она ядовитая, короче. Ёлочка. Ого. Ебашь я, чел. Так, давай я побежал к тому дереву. Как я понимаю, она может сломать деревья. Если она сломает мне это дерево, это будет круто. Ой. Она, походу... О, летит, 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 летит. Спасибо тебе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пожалуйста, не убей. Не убей. Почему она такая агрессивная? Ну все, народ Теперь мы будем только соло юбить Хотя Может еще разок Не знаю Ладно, давайте попробуем просто Пробежать это все дело В принципе, как вариант Я могу просто использовать, да и пробежать Как мы видим, они даже не агрессируют У нас Хотя запросто я мог убить КОНЕЦ Ух, ух, ух Какая класса Давайте я лучше так ее по атакую Ой-ой-ой Ой-ой-ой Работа Ну атакуй еще раз Сука На мужика, на мужика, давай Он меня атакует Ты дебил Я нажму на кнопку атаковать и он меня атакует Пстос Тихо А потом, блин, вопросы, в чем проблема Игра, ебанутая Понимаете, я бы успел Атаковать ее до того, как она бы Ударила хвостом Ну, типа, ядом Окей, она даже дала мне яд Я бы успел ее убить И начать хилиться Хотя ладно, я бы сдох на самом деле Круто Сука Круто Сука Сука . Круто Круто Сука Круто Круто Kруто Круто Начав О Продолжение следует... 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 пойдем сейчас с костру сейчас мы с вами слетаем маджулу я прокачусь тебе еще что-нибудь можешь груз все-таки взять дают много ведь по двадцатке дают это не так уж много по единице дают урон как вариант я могу мать и начать прокачиваться почему бы нет прикиньте просто маг защиту вкачает до сотки чтобы тебя вообще никто не пробивал как вариант устами но я не думаю что стоит вообще прокачивать план давайте сделаем таким образом сейчас будем вкачивать с вами интеллект за счет чего мы будем прокачивать магию а подожди а мне вера нужно для того чтобы получить все ячейки до для как понять что мне нужно прокачать чтобы ячейка магии получить сопротивление окаменение маг защита защита от молнии а ученичества точно нужно вкачу чтобы ячейка получить давайте ученичества как буду пока что прокачивать хотя бы до до одной ячейки я но владельца так так я вам так 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 вот так 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 нужно со всем поговорить. Это крошка среди руин, древнее существо, что сменяется над тобой. Ее слово мудрый. Прислое, чтобы повстречать в участии для себя. Так, подожди, и... Тут такая крошка стоит в доспехах. О, вот и ты. Я благодарю тебя за то, что смогла попасть в Маджулу. У тебя такое доброе сердце, что даже не ушли одежду для тебя. Спасибо большое. Все, что я могу предположить тебе, мои познания в пираманте. Ну, приходи, если тебе это поможет. Поговорить. Мы отправились в утомлительный поход через горы. Исходно слышу с ними вещами. Не раз была на волосах от смерти. Волосок от места гипермантии отдать снаряжение купить предметы. Короче, повышать защиту от огня. Можно купить. У нас довольно до хера всего. Давайте я, наверное, куплю даже. Например, увеличить защиту от молнии и огня. Но это дорого все. Железная плоть, сырая плоть, отравленный туман, поджигание. В пираманте питающиеся тело энергией огня. Ваша плоть становится среднее железо, чтобы повышать вашу защиту и сопротивляемость. Легко подается, что ваш вес возрастает многократно. А скорость движения снижается. Это заклинание произнесется в неудачный момент. Что может привести к неприятностям. Ясно? Я всегда здесь. Так, приди... Во-первых, я докуплю стрелы. А, у меня есть... Да, у меня их до хера. Ладно. Не потеряйся. Значит, мы сейчас используем ее, чтобы полететь с вами в этот... В туманные места. И, 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 и... Надо будет сейчас... Надо будет сейчас... Надо-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Спасибо, блядь, игрейбаный. это игра тупая мне уши не расподставляла почему так стамины мало а при пол страдания ладно на паузу поставлю так все идеально с ними расправились тогда можем бежать хотя один факт я мог бы даже этого и не трогать потому что он все равно бы на меня не напал призрак этот короче если проклятие до конца дойдет я каменея не везет то что мне хватает этого я не знаю с чем это связано ну ладно да если шею тут я черт какой-то забрал так и где походу я его убил слишком рано по факту ребята здесь после него должна остаться могила эту могилу можно активировать и призывать этого скорпиона но знаете чё минус если мы с ним поговорили и бы и убили вот эту нашку нам бы с вами дали по этот как она называется ветвь ветвь белого а как вы понимаете нам уже с вами нихуя не дадут так как мы его во первых убили и минус ветвь вот все что я вам могу сказать давайте тогда следующую локацию сейчас прибежим я бы я хотя бы немного пройдусь в плане того чтобы узнать куда мне дальше но я видел воина во первых вот ну одного из таких воинов которые львиные войны да и там какой-то здоровяк еще непонятный данный момент меня сейчас интересует тут здоровяк непонятный что мне тут здоровяк может дать но он злобный сразу было видно потому что начал на меня двигаться нападать так колец у меня никаких нету до против водички смысле я купил одно и то же кольцо но хотя могу четыре кольца деть тогда плевать ковенант нужно будет поменять мне кажется мы в ковенанте кошки состоим сейчас так и по идее по идее в идее вещи оружие ну там скорее всего что то есть во первых и наверху что то есть это по ходу гномы пошли у нас так вещи я не знаю кто это я знать не хочу но это какой-то медведь я понял до свидос ты сюда же не пойдешь да пойдешь а нет все не пойдет странно видите что местах где у него щита нету он все равно такую ну типа защищать не что хорошим оксет врагам непонятный слом алебардом катали барда еще новое слушайте она похоже да немножко алебарда мастодонта алебарда первых рыцари замка дранглика могучий первый рыцарь мог орудовать таким копьем как перышком но обычному воину не просто даже удержать его в руках говорят в такой усадьбы дранглик проводил ужасные эксперименты руководить руководил же имя владыки алтии это он имеет ввиду то что он скречил животных и людей вау 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 большой щит гигантов аги гимнара гимнар большой щит подальше большой щит гермов большие щиты кочевника герма очень похож на часть памятника переделанный в щит она очень тяжелая и грубо сработана но только сильнейшие атаки способны пробить такую защиту тоже сто процентов защиты но вес здоровенный но мы его можем принципе взять радужные камни опа на 2 что этому тогда здесь мы с вами закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока